Всем привет, други! Ну что же, у нас пришла долгожданная зима, наконец-то скоро можно будет одеть коньки, пойти во двор, поиграть в хоккей. А кто-то может играть на любительском уровне, кто-то на профессиональном. У нас сегодня NHL 23 и режим World of Chill. Для тех, кто не в курсе, это режим, в котором мы создаем одного игрока, ну самого себя, и играем либо в режиме 3х3, либо 6х6. В рандомных командах с рандомными людьми, либо можно вступить в клуб, играть с друзьями, просто с друзьями, либо в клуб. И тогда это будет сыгранность, хоккейная красота и все такое. Ну, я играю один, тут у меня справа статистика, 68 игр у меня сыграно, 86 голов, 53 ассиста, 139 очков. И сейчас посмотрим с вами матч, который сегодня сыграл, он получился интересным. Поехали сразу прям смотреть. Ну что же, поехали, буду комментировать игру, самому интересно посмотреть. Вообще очень нравится этот режим, несмотря на то, что поскольку мы играем с рандомными людьми, бывает, что командное взаимодействие страдает, конечно же. Бывают люди, которые не очень хорошо играют, не очень хорошо понимают, но вот здесь все совпало. Очень хорошая попалась команда и всегда получаешь удовольствие, когда такие ребята, когда вот такое понимание, при том, что без слов, просто, что называется. На интуитивном уровне, как дельфины, просто понимали друг друга. Поехали. Ну, тут серьезный соперник у нас, 377 голов у какого-то Кулешова, видимо, русский парень. Так что нормальные ребята против нас будут играть. Ну, да, мы посмотрим, как все будет складываться. Я на вбрасывание, красный маркер, это мой игрок. И, соответственно, вот нас три человека сразу отдает мне пас, по правому флангу вхожу, на дриблинге здесь прохожу, отдаю передачу налево. Видел, что там зеленый парень подключался, но передача не прошла, ее перехватывают. Первые минуты всегда смотрим, кто, что, как. Я понимаю, что шикарный пас, набегал по левому флангу. Я видел, что, скорее всего, передача пойдет, если человек соображает, и она пошла. И это было приятно. Я его, кстати, вот в микрофон поблагодарил, надеюсь, он там услышал, что, в принципе, говорить можно по ходу игры. Опять же, вижу, набегает по левому, я открываюсь справа, они бросили абсолютно все справа. И, в общем, я там пытаюсь их хвалить. То есть, второе набегание, и мы сразу ведем 2-0. То есть, вот такие вещи очень приятные, когда ребята все видят. Когда они видят, что ты открываешься, когда они сами на себя затягивают игроков, и потом отдают тебе пас, в общем, когда у тебя есть пространство, время. Ну, там вратарь, к тому же, оставлял открытые ворота. Там ничего сложного не было. Тем не менее, далеко не с каждой командой, те, кто играют в рандомный World of Child, прекрасно это понимают, не с каждой командой сразу может быть такая результативность. Ну, вот этот вот, Кулешов, тоже немножечко нас наказывает. Счет становится 2-1. Спускает нас, так сказать, с небес на землю. Но это только самое начало. И смотрим, что дальше. Опять же, пока вот здесь у нас суматоха-неразбериха, не все разобрались по ролям. Я выбиваю шайбу и смотрю, как начать продолжить атаку. Отдавал навесной пас, но качество паса получилось плохое, поэтому он был неточным. А вот этот зеленый маркер, это у нас была девушка, судя по нику, и по вообще персонажа, не был женский. Вот, и играла она обалденно. Просто обалденное видение игры. Здесь я отдаю направо, и наш защитник хорошо забивает. То есть, good goal, man, good goal. Командной игрой я был очень доволен здесь, потому что реально редко такие ребятки попадаются, и реально редко удается вот такое хорошее взаимодействие. Снова я выиграл бросание. Держу-держу на себя, отдаю назад на защитника. Он переводит на нашу барышню, но она немножечко там растерялась перед воротами, что, собственно, ну ничего страшного бывает. Вот здесь у меня уже совсем нет сил, выносливости, видите, слева под моим именем. Красненькая полосочка, уже совсем все силы оставил, потому что, когда тебя принимают на силовой прием, ты без сил. Когда ты на спринте пробежался, то тоже. Это надо все рассчитывать. Так, тут я вбрасывание проиграл. И вот этот Кулешов, у него удивительным образом заходили абсолютно все кистевые броски, без всяких хитростей. Прокачанный у него игрок. И плюс, видимо, как-то он поймал момент, что у него прям все залетало. Три-дуа не дает нам оторваться. И пока непонятно, потому что такие игроки могут вытащить в одно лицо. Но у нас, правда, тоже было, что предложить, да? Здесь у меня ничего не получилось. Здесь я вернул, а вот она не бросила сходу. А комбинация получилась красивая у нас. То есть, если бы она сходу бросила, там, возможно, был бы успех. Но вот нет. Иду по борту, смотрю, опять же, кто как откроется. Ничего не нахожу, отдаю назад, поскольку меня уже зажали, чтобы шайбу не потерять. Открываюсь. И здесь вы видели, да? Вратарь просто, что залив этот тигр, какая-то пантера нереальная. Поймал, вытащил. Там был чистый гол. И, опять же, из плюсов стоит отметить, как она меня увидела в этой ситуации. Как хорошо отдала передачу. Как хорошо я там открылся. Но вратарь вытащил. И Кулешов опять нас наказывает. Такой-сякой мерзавец-негодяй. 3-3, это уже интересно, потому что сейчас же может пойти перелом. Мы сейчас можем лететь начать. Наш защитник входит сам. Я убегаю вперед. Он немножечко опоздал с передачей. Вот здесь он ее отдает. Я жду, когда кто-то откроется. Никто не открывается. Решаю бросить отсюда. Потому что у моего игрока там хорошая способность на кистевой. И с этой точки, даже от синей линии, может залетать. Пытаюсь побороться, но здесь нет. Не выиграл я борьбу. Опередил меня игрок. Первый период у нас заканчивается. Здесь уже я, по-моему, не успею, да, не успею ее убежать. И вот так вот интересно мы начали. Сначала вроде бы очень здорово забили, но они очухались и вернулись в игру. Вот этим интересны эти матчи. То, что все время рандомные ребята. Кто-то выходит, там начинаешь им головы забивать. Они выходят, там теряются, плачут, бегут, жалуются маме и так далее. А кто-то, стиснув зубы, сражается, собственно. Поэтому всегда это какая-то история. Всегда это какое-то соревнование, сражение, удовольствие. Особенно, когда ты понимаешь, что у вас происходит взаимодействие. Что ты ловишь кайф, что твои партнеры ловят кайф. Что все получается хорошо и красиво. Вот тогда этот режим прямо раскрывается во всей красе. Но бывают, сразу говорю, для новичков, кто полезет в этот режим. Бывают, конечно, соперники, которые вообще ни во что не могут. У них нет видения хоккея. Они просто творят дичь, абсолютную дичь. И ты можешь забить сколько угодно голов. И команда все равно проиграет. Ну, потому что ничего не сделать с этим. В одиночку вытащить очень сложно. Особенно, если попадаются сыгранные финские тройки. Это все, это тушите свет. Так, здесь я выиграл бросование. Мы, в общем-то, вошли в зону. Ну, бросил так, без хитрости, абсолютно слабенько. Там ничего другого не получилось. Вот здесь шикарный момент. Убегаю, реализовываю. Очень важно, что в World of Challenge... Thank you, good pass. Ну, благодарю за пас. Что в World of Challenge, что когда мы в ход играем, уметь индивидуалочку реализовывать. Вот эти выходы один на один. У вас должно быть все отточено. Ну, потому что таких моментов могут предоставить один, но может быть два за игру. И надо обязательно, конечно, реализовывать. Мы уходим вперед. Поднимаю настроение команде. Они понимают, что все неплохо. Мы знаем, что там опасный парень, который вот сейчас рвется к воротам. И, да, доказывает, что... Типа, мы тоже так умеем. 4-4. И опять не удается оторваться. Опять не удается поддавить. Очень мне нравилось, как играла эта девушка с зеленым маркером. Вот реально очень нравилось. То ли она хоккеем занимается, то ли просто человек... Может, это, конечно, и мужик там создал себе женский персонаж. Я не знаю. Но если это девушка, то это реально очень хорошее видение хоккея. Но здесь вот нас наказывают. И впервые во втором периоде мы начинаем лететь. Ну, правда, всего лишь в одну шайбу. Но это первый раз, когда в счете повел соперник. Приходится обязательно отыгрывать, пытаться в обороне. Тем не менее, я специально дежурю на синей линии, чтобы, если что, убежать. Вот здесь мне отдают передачу. Пытаемся что-то придумать. Я отдавал на зеленую. Не прошла передача там. Пытаюсь убивать шайбу, прессинговать. Опять же, выносливость. Обратите внимание, как будет расходоваться. Вот слева сейчас зеленая шкала. Здесь выбиваю шайбу. Опять же, рву в атаку. На катание вхожу в зону. Отдаю передачу. И она там ничего не придумала. А очень неплохая комбинация была. Но это бывает, это не всегда получается что-то придумать. То есть, бывает, и не успел среагировать, еще что-то в сложной ситуации. Опять же, одно дело играть с играной командой, когда вы друг друга понимаете. И другое дело вот так. Все, что мог, я там сделал. Шайбу отдал. Ну, здесь пытаюсь блокировать. У нас такая суета небольшая. Около ворот немножко они нас поджали. Мы немножко такие, ну, не то чтобы растерянные, но пока прессингуют. Мы из-под прессинга не выходим. А вот здесь защитник побежал. И забивает. Забивает, забивает. Супер. Отличный гол, парень. Он был русский. Судя по неку, я ему сказал по-русски. Тут запись еще захватила то, что я говорил во время игры. Поэтому иногда вставки будут. Не пугайтесь. А вот здесь вот надо бы побороться. Но нет, Шайбу не удается выцарапать. Здесь она отбрасывается. Может и зря. Но на нерву. Все равно это как бы очень шикарный хоккей от моих партнеров. По сравнению с тем, какие партнеры здесь попадаются. И это прям просто практически высший пилотаж. Входим в зону. Пытаюсь искать открытые места. Он что-то затягивает с передачей. И вот здесь мне делают подножку. То есть четко прям цепляют. Я бы уже сейчас на дрибленку ходил, чтобы вратаря раскачать. И зацепили. Ну и назначается булит. Когда здесь нарушение. Здесь не удаление на 2 минуты, а булит. Самое главное в World of Chile не спешить, а руками отработать. И вот здесь верхнюю девяточку забиваем. Сначала качаем вратаря влево, убираем быстрый. Вот здесь качаем влево, убираем вправо и бросаем верхнюю девятку. Все реализовано. И мы повели в счете опять. Это очень важно для команды. Второй период уже подходит к концу. Остается совсем чуть-чуть. Очень хочется его закончить вот с преимуществом в счете. Чтобы на них был некий прессинг психологический. Вот опасно, шея бы там запрыгнула. Так и заканчиваем. Собственно 6-5 уходим на перерыв. Сейчас будут повторы, как я сделал хэт-трик. Убежал один на один. Здесь реализовал. И дальше реализованный булит. Но опять же у меня это отработано на тренировках. Это не сказать, что очень сложно. Нужно попадать в тайминги и понимать, как твой игрок руками работает. Каждый может это натренировать. Вопрос в другом, что сделать это, когда идет игра. Когда психологический прессинг. Вот это получается не у всех. Но стремиться к этому нужно. Опять же, чтобы приносить пользу команде. Вообще ощущение от этого режима прям реально как будто ты на улице с ребятами вот играешь в хоккей. То есть такое прям братство получается. Если хорошие партнеры, то прям красота просто. Так что всем, кто не пробовал, рекомендую. Потратьте время. Отдохните от Rivals. От Hot Champions. Просто поиграйте для души, душевно. Сразу предупреждаю наших ребятушек из группы, что здесь попадаются... Вот классная сейчас была комбинация. Отдал я передачу. Отдал я передачу и наш парень хорошо реализовывает. Прям так легко рассказываю. Мы тут побеждаем. Вот 7-5, да. Повели прям сейчас. Немножечко начали их давить. Сразу побежал я туда на открывание. Думал, что увидит, но не увидела она меня. Так вот, попадаются финские серьезные мужчины с игранными двойками, тройками. Очень тяжело против них играть. Потому что у них наработки такие, что они живут в этой игре. Поэтому взаимодействие фантастическое. Может, очень здорово, поначалу, если вы новичок, зашли еще с неудачной командой и нарвались на такую финскую тройку, то на дизмораль вас посадить могут очень круто. Там щита могут быть космические. Но надо не обращать на это внимания, а играть. Вот на катание здесь вхожу, прохожу, жду. Ребята, ну давайте куда-нибудь. Ребята, вот мне зачем-то защитник полез мешать наш и помешал. Так вот, надо не обращать на это внимания, а играть. В индивидуальный тогда хоккей, если не повезло, с командой. Развивать своего игрока. То есть учиться, учиться против очень тяжелых соперников. Проходить их на катании. Бросать. Все равно играть в пас. Здесь вот я чуть не доигрался. То есть использовать такие проигрышные матчи для того, чтобы чему-то научиться. Это обязательно. Даже научиться силе воли, потому что матчи можно переламывать. И такие случаи у меня тоже бывали. Но вот опять затягивается пасами немножко защитник. Какую комбинацию мы сейчас сделали? Вы видели, да? Good template man. Ну, хвалили. Все молодцы. Красота была, действительно была сейчас. Они берут паузу сразу после этого. Ну, красота прям реально получилась. Можно даже... Поскольку я записываю комментарии с ролика с ютубом, можно даже это перемотать. Еще раз посмотреть. Это он мне отдает. Я вижу набегающий зеленый маркер. Разворачиваюсь, отдаю. Вот так со спины. Good template man. Прекрасный просто. Все молодцы. Так, что там, паузу они поставили, да? Продолжаем. Вот видите, я, Габриэла. Вот отличный пас. Отличное замыкание. То есть мы здесь прям разыграли очень красиво. И сразу несколько голов. Вот здесь мы реально начали давить. 8-5. Прям очень хорошо получилось. Ну, отдала, да. Не пожадничала. И опять же реализация. То, о чем я говорил. Очень важно. Я специально не спешил. Я видел, что... Супер пас. Меня не догонят. Я не супер ускорялся. Качнул руками и забросил. У меня игрок играет на правую сторону. Я в жизни так же играю. Мне это максимально комфортно. У меня правый хват. Здесь вхожу. Мог сам решать. Не стал отдавать. Хотел налево. А пас пошел вперед за ворота. Ну, знаете, что такое. Иногда оно бывает. Вот почему, не знаю. Ну, вот. Так случилось. А Кулешов нас тут же наказывает. Я там не пожадничал. Я хотел отдать красивую передачу. Чтобы зеленая наша девушка забила. А так мог, в принципе, убрать на неудобную. Под левую штангу запихнуть. Там сам мог даже порешать. Ну, вот. Не пожадничал. А получилось, что пас ошибочный пошел. И вот смотрите, как он пытается вернуться в игру. То есть, у него заходят абсолютно все кистевые броски с этой точки. Он... Я, кстати, первый раз такое вижу, чтобы они так заходили. То ли у него там очень сильно прокачан игрок как-то. С обилочкой какой-то. То ли он просто очень хорошо там знает это. Это тайминг для самого себя. Кто его знает. Пытаюсь по борту лезть. Опять же, увидел, что она там стоит. Понимал, что отдаю. Она закрыта защитником. Ну, и не приняла она там шайбу. Потому что она там не прошла как надо. Ну, здесь... Немножко на панике. Эй, не получается ничего. Помешали нам. Ой-ой-ой-ой. Здесь проваливаемся, проваливаемся. Три минуты до конца. 9-7. Очень опасный счет. И... Как бы хочется, конечно, закончить с победой. Потому что победы здесь нечастые. Опять же, за счет того, что команды бывают разные, да. Победы тоже и нечастые. То есть, одно дело, играть с игранной командой. И там можно уверенно побеждать. Здесь... И опять же, уже собирался отдавать ей передачу. Меня в этот момент приняли на силовой. И встает он очень тяжело. Сразу без энергии, безо всего. Защитник наш тоже ошибается с передачей. И приходится убегать здесь, отыгрываться. Ой, как опасно. А тут без сил я никуда не убегу. Сил нету. Так, на катание немножко повозил, покатал, покрутил. И назначают буллит. Они сбили нашу эту Габриэлу. Пока. Суть до дела перед этим. И за это назначается буллит опять же. Реализовывает, что очень приятно. Супер. 38 секунд остается. В общем. 10-7. Все хорошо. Ох, хороший силовой от нашего защитника. Все понимают, что меня тоже сейчас будут в борт размазывать. Отдаю, собственно, передачу. Опять же, встаю без сил. Наши там пытаются что-то придумать. Хороший матч. Очень много голов. Очень много голов. Открытый хоккей получился. Кулешов никак не успокоится. Но все, что он мог, он сделал в этом матче. Но мы сделали больше. Так что, респект и уважок с таким соперникам. Тоже они боролись. До конца боролись. Но мы тоже показали очень хороший хоккей. А вообще, он получился открытый. Потому что реально очень много голов. Не в каждом матче столько голов бывает. 10-8. Прям получилось хорошо. Защищаемся уже здесь. Ну, в принципе, что тут мудрить. Изобретать. Победа. Прекрасный режим. Всем советую. Здесь можно и катание отработать. Хотя физика здесь немножко другая. Не такая, как в хуто. Здесь инерции больше. То есть, в чем-то она может показаться проще. Но на самом деле. На самом деле. Инерции здесь больше. Промахиваться мимо шеи бы тут очень легко на катание. Ну, показывают повторы моих голов. Здесь как меня на силовой приняли и так далее. Голы Кулешова. В общем, матч получился хороший. Играли такой открытый. Канадский хоккей. И, собственно, мы победили. Здесь как раз отрыв. Я убежал один в один и реализовал этот выход. 10-8. Наша победа. В итоге, по ходу этого матча, я забил. Ну, давно, кстати, не играл. Сейчас опять идет какой-то отбор. Надо 7 игр отобраться. В общем, забил 5 голов. 2 передачи отдал. И это хорошо. Вот такая интересная игра получилась. У нас команда вся, в принципе, очень результативно сыграла. Здесь нападали всякие бонусы, которые потом можно открыть, посмотреть. Прокачивается игрок у нас по ходу игры в этом режиме. Ну, собственно, у них тоже Кулешов забил 7 голов. Одну передачу отдал. 15 бросков мы сделали. 15 они. Вот силых приемов у них гораздо больше было. Так что, другие, надеюсь, вам было интересно. И пишите свои комментарии обязательно. Если вам хоккей интересен, то он будет на канале появляться. Все. Всем пока. Продолжение следует...